теперь вот это вот да я взял вот сейчас я это все уже вот это самая подлая вещь на свете это знаете что вот если бы ладно вот русские семена так видите вот эту картинку вам кажется что эта картинка секса да не верьте картинка с интернет это раз вот эта фотография секса да они продают семена называя их русскими так на самом деле это как сказать все это закуплено далеко далеко я говорил откуда так вот тем более черешни поздравляю черешни в россии саженцы так вот им нужно было чтобы все выглядело красиво и они передрали один к одному вот это вот и когда они передрали вторая подлая что они еще и рекламируют их заработок то чего нет на свете свежие фрукты на подоконнике вот это я им чтобы им деньги не платили вот это страшная вещь и вот когда они вот так а тут понимаете как есть все все спилы надо срезать снизу вверх выбрать инструмент это все как будто правда то есть вы подходите уже к своему дереву которое чудом оживо и вы начинаете вот это все делать запомнить трудно ну допустим запомнили да и вы начинаете все это давайте рассеющим я про подробнее потому что они это такая подлость и предательство что крона формирует колечие это колечит несколько лет вы ужас я уже говорил почему это вообще нельзя делать и поехал п все это для того чтобы вы купили домашнюю сыроварню а сведута вы травы салтая тоже вы в это самое вот вы представляете изувеченное дерево второе третье миллионное и все из-за них из-за вот этой рекламы потому что они же не могут на пустом сайте вот пустой лист и взять вот эту рекламу разместить не могут что им нужно делать им до этого нужно взять передрать вы думаете они знают что они подлость решили они-то саженцы купили продали про это забыли то вот и надо вот ради вот этого 1 по 1 сайт подлый который вот этим торгует еще пошло по другим сайта видите ладно смотрим дальше и вот раз уж вы отучить не могу да невозможно отучить ребята давайте тогда хотя бы спасайте то что натворили у вас у многих уже они искалечены вот на втором плане вот это вот китайская слива видите гриб вот он уже куда забрался вот конечно величайшая дурь если гриб срезать а еще же знаете что делают поляльной лампой и вас научат почему человек сам сада не имеет это кажется настолько логично а мы сейчас этим обожгем вот дурь несусветная а а почему она у меня через 30 лет выглядит вот так как вы видите но я сейчас 28 лет вот в этот когда фотография делала но потому что посажено было в яму я юрию матвееву показывал вот тут яма и тут плесень все плесень до гнивает но крепкая невероятно видите уже ветки уже сохнут а она все держится а почему я ее тогда не спирил я спирил ее только в прошлом году вот да потому что мне нужен был экспонат показать как я был дураком и вас дураками делаю только уже не я а вот это она берет раствор ядохимикат и опрыскивает отлить это я учил чтобы второй раз не возвращаться смотрите только листик загнуло первое для уже надо обработать причем еще не обязательно вот эту часть пшеки дальше пошла во вторых посмотрите как она одета так это моя практикантка из этого из омска юрия матвеева вот еще один состоявший академик такие девчата такие ребята у нас только берут почему-то это вставлять еще раз сергея железу будучи владельцем лучшего сада в россии опытнейшего садовода привальщика лучшая подвое россии лучшая коллекция в россии вот агроном по образованию не взяли на первый курс университета вы поверите что это реально а знаете почему а деньги монету гони взяли бы вот он нахрен не нужен прям как бы двинулась бы с места если вот таких ребят и вот юлию матвеева вот навеяло что я увидел вот ну конечно не рукава не закатал какую я промашку допустил уж это моя вина что это голые руки видите но это это химикат а для всех я прошу профилактику надо если вы уже искалечили дерево вот вот это я взял и скопировал зачем это со мной но я копирую только хорошее видите значит грибковое заболевание то что вы смотрели выше это и есть грибковое заболевание любое колечное дерево это грибы вы взяли дерево взяли ветку отрезали вы искалечили как она начинает уже все это рана она обязательно вот этот то что обнажилась и дальше внутрь обязательно рано или поздно сожрет гриб но по мере омертвления и как бы вы не заматили масляная краска вспоминаем садовые вары вот делайте чего угодно она дальше мороз то уже это же рано вот это вот вот это вот рано она же на мороз то не держит то есть туда внутрь в организм пустили в этот самый грибок ну как пустили вслед за мертвлением еще раз говорю гриб не жрет даже искалечится дерево если бы она не не гнило но она гниет автоматом идет дальше автоматом гнение потом грибы так вот я уже говорю искалечили берем самое безобидное которое меньше всех нас травят почвы травят я выбрал медный купорос железный купорос медный купорос железный купорос почему потому что для ограничения развития распространения нет от грибов не спасет все уже не спасет чуть-чуть задержит потому что все равно это профилактическая мера еще может потому что принципе я уже и этого не делаю почему потому что у меня тоже приходится ветки отрезать скажем на прививку вот но на всякий случай а про это сказал вот возьмем саженец да эту фотографию кто-то прислал обычное дело садится дерево и первый год вот видите это не моя фотография просто 1 попарше взял вот здесь была отрезана верхняя половина дерева оно начало развиваться как первый год когда это явно двухлетка она дала вот эти пересадка сил не хватает она дала жалкие побеги плюс вот по это плодовая ветка вот плодовая почка вот почка ветка вот плодовая и вот это мелочь а на второй год она погла погнала вот толстая мясистая ветки вот эти не трожьте умоляю умоляю это страшные бичин всего российского садоводства эти ветки признаны негодными ненужными бесполезными вредными это а на самом деле эти ветки кормят корни кормят корни посадить бы за парту всех этих кто это учил нас вот следующая фотография весь из полей пытаюсь обнадежить тех у кого не взошли знаете как это все взошло это ноль это все взошло это ноль а у некоторых взошло там побольше там поменьше но видите как за этой грядкой поухаживали то есть не давали зарасти и в результате получилось схода на второй год не теряйте надежды вот это вот я не пытался он сам не залез ненавижу когда я вижу рекламу сибирсад а и то же время сибирсад новосибирск неужели торгуют настоящими саженцами настоящими имеется ввиду сибирске ведь слово сибирсад о чем-то говорит я давай глядеть саженцы сибири ребята поздравляю наконец-то ведь это же уже там речь идет не о какой-то там полтысячи саженцов как сергей речь идет десятка сотен тысяч наконец ну завалив то только вот оставьте заявку правильно все ничего не путаю широкая сибирсад саженцы дальше читаем собой бедные приезжают садоводы вы бедные конкретно способность он это ладно строгий отбор качку а вот адаптированная для сибири не в сибири для сибири где можно ну смотрите что может быть севернее сибири сибири норильск воркута ямал так горы патарана там еще холоднее где а смотрите глаза где в сибири для для сибири ведь чтобы для сибири это значит в сибири и ничего севернее ладно открываем глаза это вот пасенко Сергей Анатольевич ну не это ну я не виноват как когда я вижу у меня шерсть дымом я уже говорил вам не буду больше про них ну тут ну это же с этого я же уже присмотрелся к ним это все с интернета вишни с интернета ну а уж колновидной яблони тут уж это все те же фотографии и так мало вообще на планете что они лезут в каждый этот сайт мошеннический но где в сибири растет хоть одно из этих а ну где в сибири хоть одно из этих деревьев растет еще мое а цены то какие настоящие 800 рублей 700 800 вы чё людей-то дурите они замерзнут чертовой матери вы скажете нет вот сейчас вот пройдет пройдет время кто-то мне письмо напишет спасибо исправлять и на следующий вебинаре скажите наше саженство с этого питомника и вот эта фотография сделана у нас это остальные 100 100 100 100 200 300 этих самых его нас украли потому что она везде фигурирует вот эта вот фотография фигурирует на сотнях сайтов это у нас мы целых адвуешь написали 5 лет занимаетесь да хоть тут признались не 50 а 5 как у вас могли украсть фотографии 300 этих ну ужас какой-то сыром в сибирском климате рекомендованы вы что обахерели черешки в сибирском климате до сих пор она на всю сибирь два-три десятка черешен в двух-трех садах на всю сибирь рекомендованы вот это вот абрикосы однолетние когда ко мне приезжали фамилию я когда-то назвал когда-то не назвал кто знает узкий круг потому что когда я привез одного супер специалиста вот он сказал я говорю сколько лет пять пять месяцев может быть даже меньше второго привез сказал четыре третьего привез ну как привез приезжали в гости сказал три ну насчет три он мог и угадать почему прививка на двухлетний подвой это же учеба правильно прививка на двухлетний подвой дает мощный рост и они за один год получается дерево со скелетом это один год вот это был самый рассвет еще знаете почему поливала это сейчас охвастности поливаю сергей почти не поливает я говорю половина сдохнет он говорит все равно не купят пусть сдохнет вот но это сегодня это просто ну это не закат нашего сада потому что что бы завтра мы не знаем если бы кто-то законодательно и реально бы запретил продавать это все дешевки то у Сергея бы из рук ворвали помните это вот неудобно говорить фамилию вырастите мне шелковицы я сейчас повышу десять тысяч вот это был самое как сказать рассвет питомниководства моего еще было нет денег награду вот здесь сделать видите награда какая соседские мальчишки лазили воровали вот вот что было то было это я просто говорю к чему что вы врете про сибирь про сибирский то эти климат это не просто деревья это плодошение на второй третий год и плоды абрикосы вот такие вот посмотрите как я продавал в то время телефон не умолкал я набирал себе клиентов в течение лета так а потом уже они тут же кончались продавал двести-триста саженцев больше физически не мог ну четыреста цены были базарные это сейчас это сами знаете какой разброс вот так и продавал пробуйте яблочко если это мелба значит это мелба если это жигулевская значит жигулевская это были мои самые эти козырные мои саженцы самые козырные сорта вот и ком земли который вдвоем приходилось таскать вот а вот это вот фотографии я уже несколько раз показывал почему когда садят без обрезки на городских улицах деревья с первой секунды начинает гнить это и в садах гнить и там гнить вот там вы еще помните инструкция мы пролистыла не стал пока так как сказано при посадке нельзя обрезать только на следующий год то есть все наоборот и вот они получается вот так вот а потом смотрите что получается Антон Валерьевич это Ваш Новокузнецк я Вам звонил боялся живы Вы или нет потому что где-то промелькнуло у Вас и Вас но по Сибири во время урагана он затронул огромные площади сотни квадратных километров вот несколько человек погибло ну двое это точно машины раздавлены сотни вот а все начинается с этого любви вот или это деревья перероски а почему почему ему когда-то рано или поздно не упасть здесь может быть оно на чистом месте никому не помешало а вот здесь асфальт виноват потому что под асфальтом вот вся эта живность живность не участвует в этом процессе то есть жизнедеятельность дерева и приходит время отмирают корни дерево падает вот здесь просто гниющее обратите внимание на длину штампа ствола видите это искусственно делается это дело специально вся крона верхней части получается сильнейший рычаг архимеда и деревья падают вот и опять возвращаясь к теме почему она сгнила его да его жрут эти самые грибы но потом вчера посадили дерево заранее скажу которое не было при посадке обрезано половиной или две трети вот почему это не должно упасть вы представляете какое красивое дерево вы думаете оно росло 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 и отсюда пошла крона нет все эти веточки убирали 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 и получилось красивое высокое дерево вот а если бы на ребенка а таких случаев каждый год вы скажете один два три ребенка раздавленных в год на всю страну это мало вот а я все вспоминаю этого господи кто же это сказал раньше помню в тургенях в тургенях лога нет нет кто это сказал то вы грамоте напомните что слеза ребенка важнее всех богатств мира важнее вот сгнило и упало а это вот рядом с хутором вот это лес тут деревья не падают показываю опять мусорку когда-то кто-то бы обратил внимание нет среди нас олигархов которые могут на большой экран нет среди нас чиновников которые имеют какую-то возможность повлиять все что сейчас делается продолжается загаживание громко всей планеты у нас огромная россия и ту умудряемся загадить это же не просто так это пройдите на каждом этом смотрите это все вот этот красивейший бор красивее нет на планете саянский бор он весь такой никогда этой культуры не будет ведь когда уже сказали вот давайте мы сейчас по деревням пустили машины вот те самые огромные мусоры по деревням но квитанции с электричеством написали плюс сто рублей за вывоз мусора и теперь зарабатывается а людей миллионы это что получается людей миллионы каждый месяц сотни миллионов да в деревнях и что вы думаете видите когда мусорная машина едет все мусор до этого леса ближе я же не говорю про отдыхающих еще раз говорю ребята вот сильно мира сего покажите пример выкопайте у себя на даче ведь тот кто скажет да вы что как это некоторые реакции там же бутылки они не гниют да их хрен с ним пусть лежат ведь пройдут там миллионы лет прежде чем вот это вот я уже говорю в отчаянии нам не спастись без этого без этих ям хоть на сотню лет отложить полное это уничтожение планеты хоть на сотню лет вот вот это все это если верить науке это бывшие камни это бывшие камни это бывшие граниты базальт вот а мы боимся что это 4000 лет будет гнить это самое стекло ах нельзя а куда отправили вот там можно гнить вот еще раз это и вас прошу покажите пример начнем с этого а потом когда у вас будут вот такие абрикосы расти и персики вы при телевидении в первую очередь телевизиончиков сюда ткнете в эту яму обязательно расскажите всей стране вернее так там всему городу всему всей области что вот так надо вот с этого должно начинаться это я в отчаянии говорю это мой любимый саянский бор там это больше чем грибов вот этого это везде это по всем везде и всюду это еще один отчаянный тоже посмотрите вы скажите какая красота ведь на хрена нам это это есть импортозамещение посмотрите какая красота это я мало снимков сделал это красота необыкновая когда-то это можно было сказать спасением для всей России полюбовались хрен вам это 12 лет назад я с телевидением снимал извините я уже грубые слова поражаются ну хрен это между прочим растение это не в этом на слово это растение такое есть так вот это было 12 лет назад смотрите во что и вся это а городская администрация 12 лет уничтожала вот это все сегодня не сегодня на этой неделе это днем утром и днем снимал видели еще раз а это я фильм мы снимали с телевидением так и я просто с экрана вот он я вот он я вот он я все это с экрана и это было круглый год зимой мороз дичайший вообще машина греется и все это в машинах вот пойдешь мимо пожалуйста все ребят приехали вот а там в москве у них столы полные сами знаете у тех они понятия не имеют что в провинции творится это лучший город Сибири город энергетиков город металлургов это лучший город и сейчас мы все а вот тут вот раз магазин второй магазин показать вот этот огромный магазин так за ним магазин наташа слева магазин пятерочка и страшно что творится все и жрем мы теперь то что жрем а вот эти как я попытки я ведь не просто болту вы видите сколько полезных советов чтобы все это возродить возродить это исчезало на моих глазах сколько я не дергался сколько я фильмов книг создал сколько статей сотни местные печатали и Красноярск и все и Москва даже печатал просто это идет умирание умертвление так вот если прочитали прочитали я не буду ее комментировать в таком мире мы живем вот просто получилось так что ко мне одновременно это как меня там опять кто-то на небе ниточки говорит вот письмо вот такое прочитал да там еще было немножко его поругали другие вместо меня этого гостевой он оправдывался там немножко цинизма немножко оправданий жизнь такая и бах тут же только это самое вот вылезла реклама и опять вы же видели эти мысли видели доказательства гляньте еще раз вот они это чтоб сомнений не было а то мало ли как похоже еще раз ну кому надо тут потом еще повнимательнее посмотреть это ладно тогда я взял а кстати я еще что сделал я еще фотографию другую я успел переделать привал на абрикос она стала вот такой и эту фотографию украли ну это так реплика давайте посмотрим и что мы видим ёп моя фотография ладно вот она полный рост видите спутать невозможно соседский дом вот это ладно это уже который раз я показываю это не все ах ёп жирдальмелитопольская а жирдальмелитопольская это слово придумал я название так так и фотография моя вот она смотрите видите вот думаю ах вы ну что думаю буду делать тут есть похоже еще на мои ладно вот моя фотография так и знаете что интересно вот знакомься мы допустим редчайший случай Лариса Милицина обычно не добьешься откуда дровишки бесполезно и вдруг оказывается из Девногорска так и я решил с ней поближе познакомиться сад на мани называется вот так видите я вспомнил у меня связано с Девногорском три случая первый когда там для друзей искали место и я ходил по Девногорску и говорил у вас 40 градусов мороза бывает мне говорили нет не бывает ну по крайней мере вдоль кромки Енисея он там не замерзает рядом ГЭС Ларисовская ГЭС знаменитая вот это один случай был второй случай ко мне одна из первых покупательниц она приехала я думаю не Лариса или эта милицина которая которая сейчас отношусь подозрением вот почему видите вот мои фотографии из интернета фотографии а вот у нее правду сад то есть на мой тогда я рекламу делаю вот ну допустим получилось как ага покупает дама из Девногорска саженцы и через несколько лет звонит и говорит а вы знаете абрикосы заплодоносили чудо а для меня это был такой праздник чуть ли не впервые за пределами Саиногорска Саиногорск это понятно это научить человека все он знает как что делать вот саженцы погиб заменишь хотя так редко бывало и все больше ни слуху ни духу и второй случай опять Девногорск письмо по моему пришло для начала потом разобрались саженцы продал и запомнил одно я занимаюсь разведением ну там розочки там эти понятно святоводство хочу заняться и разведением деревьев для начала посадить сад вот это и была Лариса вот я сейчас к Ларисе к вам обращаюсь дело в том что видите как получается 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 что у вас и черешня растет если черешня у нас в Саиногорске то у вас теоретически может быть я хочу правду узнать вы сами подставились вот все данные телефоны вот вы и ваше милое лицо вот я бы хотел очень бы хотел чтобы у вас там на Мане под Красноярском росли черешни или вы совершили чудо это чудо примерно если не Нобелевская то государственная премия потому что отдыхает все отдыхает Украина по крайней мере большая часть Украины отдыхает это самое Беларусь видели сколько разоблачал эти сайты фальшивые вот отдыхает Европейская Россия Дальний Восток отдыхает Урал но в Урале немножко есть черешня вот и вдруг центр Сибири под Красноярском значит получается или вы перекупщица или вы вырастили я хотел бы знать правду почему вот потому что видите узнаете опять опять колонны и опять из интернета наша песня хороша начиная сначала да а Ларис вы не из тех двух кто ко мне приезжал а потом потихонечку перешел на кат напишите мне позвоните вот смотрим дальше то есть я еще не отрицаю почему нет а вдруг вы правду выращиваете черешню а вдруг рядом а вдруг в Сибири не вы а другой а вы всего лишь перевезли по этой же широте ничего страшного и там Сибирь тут Сибирь я хочу знать правду вот и вот видя вот эти вот да эти самые колонновидные яблони я взял и сфотографировал вот видите две яблочки знаете сколько лет этому дереву семь восьмой пошел это с рынка нам уже были веточки вот я отдал пятьсот рублей за него и за него вот второй видели да это все семь лет вот так вот и знаете если даже Лариса вы продаете настоящие колонны они сильно отличаются у них искусственные корни маленькие там все корешков вот столичка бороденка как вот такая вот да и саженец очень близкие то есть в принципе многие видели эти ну есть люди которые да действительно колонны результата в Сибири не будет то есть любого кто займется классическими колоннами у него будет или это или это вот то есть заниматься вот такой вот работой по отъему денег как говорил Остап Бендер а наш предшественник как он говорил существует четыреста я я говорю знаю четыреста способов отъема денег без превращения милиции то есть без уголовного кодекса вот один из них вроде все честно колонны продадите людей будет вот это это я вам говорю вот не только из этих двух я на этих колоннах собаку съел меня ваша шестьсоток ведущая газета печатала там где я разгромил эти колонны вот сад на мани вот сад на мани видите вот эти вот нет я еще раз говорю если вы берете фотографии мои это моя фотография вот она смотрите это фотография с моего сада вон они горки вон они садские горки видите на дальнем плане это фотография с моего сада вот Алексей Виноградов подтвердите вам это легко сделать ох эксперт благодаря вам я узнал что я знаменит среди мошенников вот наверное сколько их 150 или 200 мошеннических сайтов украли фотографии а вас я Лариса пока ничего не упрекаю просто вот еще одна моя фотография видите Антоновка все верно мразостойка вы можете и торгуете Антоновки ну конечно может фотографии сейчас сделать или спросите у меня разрешение а я бы спросил Ларис пригласите в свой сад угостите Антоновкой вот а раз вам понравилась моя фотография вот эта пожалуйста разместите мою но я должен знать я не требую оплату за это за то что у меня фотографию присвоили вот вот еще видите Сибирь в сад Сибирь Сибирь это я уже так чтобы поняли везде для чего применяется слово Сибирь залезть вам в корма вот это вот ближе к делу давайте посмотрим вот это вот моя теплица напомню если бы не шаломай в востоке с сахаринок который укропнил плоды моих этих самых персиков персиков хазанских в четыре раза я бы конечно голову бы не пришло садить в теплице персики посадил и тут получилось так что эти все сеянцы видите вот они даже плодоносить начинают получается на сейчас вспомню или второй третий год вот сейчас уже боюсь набрать а вот это вот был прекрасный тоже саженец это тот же самый хазанский персик который я лично привил годом раньше на примерно двухлетний маньчжуриц и так как не было места я взял ходил ходил прикнул его потеплиться во первых потому что персик вот все таки персик а эти у меня начали умирать на открытом воздухе 35 лет и тоже коту под хвост но есть пределы для всего последние две сорократные зимы предпоследние последние теплые но тем не менее почему-то эти чувствуют себя прекрасно персики сеянцы а этот привед на маньчжурский абрикос а он начал он буйно цвел и начал умирать вместо того чтобы простить и тогда я сказал себе железу абрикосам в теплицах делать нечего это еще один камушек в огород тех кто не ведет что творит если бы он был сенец он был бы жив как с его соседей а так как он привит на маньчжурский абрикос абрикосу в теплицах делать нечего и он скорее всего умирает не потому что он персик а потому что привит на абрикос и абрикосу маньчжурскому супер морозостойкому в теплице делать нечего было вот и вы видите все это помирает это единственный мой пример но из тех кто на одном примере какие-то предварительные выводы делал вот он весь из полей что он вот он вот 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 Продолжение следует...